Всем привет! Говорит GetFan. А в этом видео я расскажу вам поподробнее про грядущий патч 0.4.1. Глобальных изменений он практически не несет, в большинстве состоя из правок и допилов моментов, упущенных в прошлых патчах. Хотя, стоит отметить, что то малое, что впихнули в этот патч, выглядит очень интересным и сладким. Потому я, изучив бюллетень и обкатав на тесте патч, спешу поделиться с вами что да как. Потому присаживайтесь поудобней. Начинаем! А теперь прямо в лоб. Главный гвоздь патча. По крайней мере, именно так оцениваю эту фишку я. Ранговые бои. А теперь не обожгите ноги. По сути, откидывая мишуру, можно назвать этот режим бои по скилу. От рандомных боев режим отличается серьезно. К примеру, в составе команд всего по 7 кораблей, включающих максимум 1 авианосец и 2 линкора. Приятным дополнением можно считать то, что отрядам в такой бой не попасть. Только соло, только хардкор. Ну как, горячо? А это ведь еще не все. Для попадания в этот режим вам потребуется корабль 6 или 7 уровня и аккаунт, прокачанный до 9 уровня. После достижения этого можно начинать сложный путь к топовым рангам. В начале своего пути все начинают с Элла Хэлла, 25 ранг. И новички, и матерые морские волки смешались тут. Побеждая в этом режиме, помимо серебра и опыта вы будете получать звезды. Чем больше звезд вы заработаете, тем выше ваш ранг. Учитывая, что бои в этом режиме проходят в рамках одного ранга, победы не будут легкими. Потому бои обязаны быть интересными. Ведь умения обоих команд будут примерно на одном уровне. Также стоит отметить, что заработанные победами звезды можно и потерять. Поражение за поражением, и вы опять потеряв свои ранги вернетесь к Эллу Хэллу. То есть к низшему несгораемому рангу. Вот так это выглядит сейчас. Интригующе и интересно. К сладенькому стоит упомянуть о том, что достижение рангов будет поощряться игровым имуществом. Флаги, серебро, а может быть даже уникальные корабли со временем. Кто знает. Однако слава не будет вечной. Сезон подойдет к концу, и все ваши заслуги спишутся. Длительность одного сезона пока неизвестна. Но старт первого тестового сезона начнется через две недели после патча. Ждем с нетерпением. Под конец лета разработчики дарят шанс всем желающим попасть в маленькую, но жаркую страну Мальту. Была создана карта Пролив. Суши тут маловато. В основном преобладают открытые пространства, потому бои на больших дистанциях тут тоже будут преобладать. Но и для эсминцев есть небольшие островки, раскиданные то тут, то там. Не менее солнечная карта Соломоновые острова. Впервые на нее можно попасть прямо на выходе из песочницы. Визуально в ней есть что-то схожее, с картой два брата. Только острова тут помассивней. Обходить их долго. А рисковать прорваться через небольшой центральный пролив не всегда хватает смелости. И как вы наверняка заметили, суша тут значительно обросла деталями. Такие же косметические улучшения получили все карты. Потому, если вы счастливые обладатели машин, тянущих игру на настройках средние и выше, готовьтесь к визуальному пиру. На новом рассвете и линии разлома случились исправления. А вот с карты Край Вулканов убрали режим превосходства с пятью точками и диагональной системой появления команд. Как по мне, с Краем Вулканов можно было и помягче. Оба убранных аспекта лично мне нравились. А вот что скажете вы? Напишите в комментариях, поддерживаете ли вы такой перепел вулканов или нет. Авианосцы все не потеряют усиленный интерес от разработчиков. В этом патче этот многострадальный класс, который многие ошибочно сравнивают с артиллерией, станет еще сложней. А потому и скилла, и внимание зависимым. На этот раз серьезным изменениям подверглась истребительная авиация. Теперь ястребы могут не только атаковать и сопровождать. Теперь появилась возможность открыть шквальный огонь. Однако для этого потребуется непосредственное участие игрока. Потому просто отдать приказ на планшете уже не лучший выбор. Шквальный огонь открывается на манеру ручного сброса бомбы торпед. Зажав альт, вы сможете выделить коридорчик, пролетая по которому ваши ястребы откроют шквальный огонь, израсходовав при этом значительную часть боекомплекта. Все вражеские самолеты, оказавшиеся в этом коридоре, получат сильный урон, который теоретически сможет перевернуть привычную игровую модель господства в воздухе. Возможно, именно такое изменение поможет японским авианосцам бороться с американскими в битвах за небо. К тому же, сильно перебалансировали урон истребителей с ростом уровня. Потому после патча уже не будет так страшно нарваться на авианосец выше уровнем. Серьезному несоответствию урона пришло на смену плавный рост характеристик, свойственный другим классам в игре. А вот урон всех борстрелков, торпедоносцев и бобров был перерасчитан в большую сторону. Быть может, теперь перк Мастер Борстилок получит необходимую популярность. Ну что, командиры авиков довольны? Сладкого много? А теперь ложка дегтя. Японские авики потеряли ударные комплектации эскадрильей. Теперь как ни крути, а от ястребов уже не отказаться. Причем подрезали именно торпедные эскадрильи. А еще им увеличили время подготовки самолеты. А кроме того, я заметил, что дальность сброса торпед изменилась в большую сторону. Хотя этого изменения в бюллетене нет, так что подождем патч ноут. В любом случае, кажется, что да нагибались. Теперь пошли нерфы. Также патч несет долгожданные правки баланса. Сам балансер, к примеру, перестанет собирать команды в бои, где у одной команды не было авианосца, а в другой был. Теперь составы авика в бою обоих команд будет симметричен. Как по уровню кораблей, так и по их количеству. Согласитесь, долгожданная правка. А еще в придачу баланс эсминцев и крейсеров по команде будет лучше. Скорее всего, не полное зеркало, но тоже неплохо. Кроме того, в балансер внедрили алгоритм, направляющий игрока в топ списка, если он провел небольшую серию боев на корабле в самом низу этого самого списка. Теперь перейдем непосредственно к балансу. Повысили меткость у линкоров на кинжальных дистанциях. Ориентировочно на дистанции 3 километра и ближе меткость будет серьезно увеличена. Эсминец предзаказа Sims получил второй комплект торпед. Альтернативные торпеды имеют большую дистанцию хода, но меньший урон и меньшую скорость хода. Американский ниндзя уже на седьмом уровне. Встречайте. Юбари получил умение за оград огня. Тоже небольшой ап. Теперь этот корабль еще сильнее укрепится в роли лучшего истребителя авиации на своем уровне. А вот эсминец Гремящий посчитали слишком переапанным и откусили ему солидную часть орудий ГК. И это была просто шутка за 300. Нет, Гремящие обошли стороной в этот раз. Но вы уж поосторожней, пожалуйста, а то вон авики-то довесерились. Впрочем, как и довеселились обладатели эсминца Минникадзе, от него отпилили топовые торпеды. Кроме того, уменьшили угол наведения торпедных аппаратов, а дистанцию обнарушения увеличили на 300 метров. В общем, как по мне, кажется, это начало падения Солимпа. Как думаете, способен ли он занять место Фурутаки в параде кактусов? К слову, о крейсере Фурутака. Его ждет значительный апп. В скорости перекладывания рулей, поворота башен, скорострельности ГК, да и торпеды еще обновили. В общем, полноценный реворк. Думаю, стоит его наконец опробовать. Также незначительный апп через увеличение скорости наведения башен главного калибра получили японские Вакатаки, Минникадзе и Мацуки. Кроме того, Мацуки вдобавок получит еще ускорение перезарядки торпедных аппаратов, но потеряет 300 метров незаметности. Вдобавок, балансных правок завезли ветку американских эсминцев. Начальным уровнем Самсон и Викес добавляют скорости стрельбы и скорости поворота башен. А начиная с пятого уровня эсминцы ветки получили глобальные изменения. У кораблей появляются альтернативные топовые корпуса с улучшенным ПВО, устанавливая которые вместо умения форсаж эсминцы получат заградительный огонь. Привычные до этого топовые корпуса остались на месте. Потому, если вам не по нраву это новшество, можете по старинке воевать эсминцами, догоняя их на форсаже. А еще всем американским эсминцам увеличили время действия дымовой завесы. А теперь коротко по остальным, менее значимым изменениям. Гидроакустический поиск стал действовать больше на всех крейсерах. Магами уменьшили запас прочности ГК. Миока снизили скорострельность. Слегка понерфили национальную особенность японцев к вызыванию пожаров от фугласных снарядов. Также ее привязали к калибру орудия. Чем больше калибр, тем выше шанс. Вайомингу снизили скорострельность и скорость поворота башен. Клиент претерпел изменения в архитектуре, что позволит ему занимать практически вдвое меньше места на жестком диске. Были приняты меры, снижающие полезную эффективность дрифта по краю карты. Хотя лично я на тесте этого не заметил. Как мне кажется, пока автоматически не заставят разворачивать нос обратную сторону карты, дрифт в рандоме будет приносить свой профит. Хотя может быть я ошибаюсь? Как вы думаете? В интерфейсе в порту появились важные изменения ТТХ корабля. Стали писать бронирование, ТТХ бомб, в общем, много всяких полезных мелочей. Также теперь не нужно высчитывать, какой именно бонус к характеристикам дает та или иная модификация. ТТХ корабля меняются сразу после установки. Помимо того, был доработан экран статистики игрока в профиле. Традиционно с патчем поработали над звуковой картиной. Хотя это уже не удивительно. Надеюсь лишь только, что на этот раз у всех все запоет так, как нужно. На этом я буду закругляться. Кажется, я рассказал о всех изменениях. Но если я что-то все же забыл, напишите это в комментариях. Также поделитесь своим мнением по поводу обновления. Мне кажется оно достаточно интересным. С нетерпением ждал многих из принятых изменений. Потому лично я доволен. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Семьи футов под килем вам. Не скучайте, услышимся уже очень скоро. Продолжение следует...